Здравствуйте! В студии работает Любовь Курьянова. О том, какие события этой недели запомнились русскому миру, увидим в репортажах наших корреспондентов в этом выпуске. Ученые со всего мира обсудили возможности онлайн-обучения. Книга о писателе-эмигранте Иване Шмелеве как зеркало русской эмиграции 20 века. Авторские песни прозвучали в Центральном Доме Литераторов в Москве. А теперь более подробно об этих и других новостях. Как пандемия повлияла на образовательный процесс и можно ли изучать русский язык онлайн? На эти и другие вопросы смогли ответить участники международной видеоконференции в Хорватии. Во встрече приняли участие ученые и педагоги более чем из 15 стран мира. Возможности и проблемы онлайн-обучения русскому языку в мировом образовательном пространстве в эпоху пандемии. Так называется международная конференция, которая проходила в Хорватии с 1 по 3 декабря. Преподаватели и ведущие представители мировых вузов смогли поделиться своим мнением о новом веке онлайн-обучения, а также найти компромиссы в изучении этого непростого предмета в таком формате. Уважаемые ректоры, профессора, преподаватели русского языка, студенты, все уважаемые участники конференции, рад приветствовать вас в такое непростое время. Рад, что вы здоровы и продолжаете работу на благосохранении и поддержке русского языка. Ровно 20 лет назад в университете Пулы имени Юрая Добрилы у студентов появилась уникальная возможность познакомиться с русским языком. Поэтому дата проведения тематического форума далеко не случайна. С тех пор при поддержке университета в Хорватии ежегодно проводятся недели русского языка, поэтические чтения и дни культуры. На конференции собрались участники из Испании, Болгарии, США, России, Австрии и других стран. Они отметили, что тенденция к изучению русского языка постоянно растет, и даже в период пандемии тематические онлайн-курсы остаются востребованными. Во время выступлений было также отмечено о плотном сотрудничестве России и Хорватии. Страны активно помогают иностранным абитуриентам и проводят мероприятия для знакомства с национальной культурой. 113-я площадка русского центра отпраздновала вторую годовщину. За время работы в Прешевском университете в Словакии соотечественники смогли посетить множество мероприятий и приобщиться к русской самопытности. Всю неделю русский центр в Прешеве проводил праздничные мероприятия в честь второй годовщины со дня своего открытия. Из-за карантина сотрудники и студенты не смогли встретиться вместе, но это не помешало им провести праздник онлайн. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, два года назад был в Прешевском университете при участии представителей посольства Российской Федерации в Словакии, представителей фонда «Русский мир» и Прешевского университета в Прешеве торжественно открыт русский центр Прешевского университета в Прешеве. Он является 113-й площадкой, которую фонд «Русский мир» создал для распространения и популяризации русского языка, русской литературы и культуры в мире. Хотим еще один раз поблагодарить фонд «Русский мир» за то, что выбрал именно наш университет, где преподавание и изучение дисциплин, связанных с русским языком и русистикой, имеет свою долголетнюю традицию. Русский центр получил множество поздравлений, в том числе от посольства России в Словакии, Российского центра науки и культуры в Братиславе и других культурных центров со всего мира. Дружная команда преподавателей и учеников вспомнила о самых ярких моментах этого года и поделилась впечатлениями об учебном процессе. За время работы центр в Прешеве успел принять участие в многочисленных научных конференциях, открыть международные проекты и провести недели русского языка. Студенты и преподаватели очень высоко и с любовью оценивают работу этого культурного центра. О жизни и творчестве Ивана Шмелева расскажут подлинные экспонаты, которые появились во Владимира Суздальском музее-заповеднике. Известный писатель-мигрант буквально стал зеркалом эпохи русской эмиграции XX века. Уже за рубежом он продолжал писать о России, а его произведения воплощали любовь и тоску по родине. Личные фотографии, любимые книги Шмелева, а также предметы с автографом писателя. Более 250 экспонатов вошли в новую коллекцию Владимира Суздальского музея-заповедника. Все они представляют продолжение выставки «Пыль чужих дорог», которая рассказывает о драматических событиях столетней давности – большой русской эмиграции. Как отмечают кураторы выставки, выход этого издания стал особым подарком для всех мероприятий, которые освещают столетие русского исхода. Уже скоро экземпляры каталога будут переданы общественным организациям, библиотекам и другим культурным учреждениям. Издание книги о музейной коллекции Ивана Шмелева поддержал фонд «Русский мир». Именно благодаря этой совместной работе проекты по сохранению памяти о соотечественниках активно реализуются. Так, одним из первых результатов активного сотрудничества стал выпуск альбома о жизни летчики Иване Смирнове. Творчество, как глоток свежего воздуха. Именно таким стал концерт современного барда, исполнительницы авторских песен Екатерины Кордюковой. Любители поэзии и музыки смогли насладиться творчеством автора на вечере в Центральном доме литераторов. «Поющаяся поэзия» — так называет этот современный жанр устного стихотворного творчества. Он сформировался на рубеже 50-х-60-х годов прошлого века. Именно тогда в неформальном студенческом и интеллектуальном кругу стала популярна бардовская песня или исполнение авторских стихотворений под яркий гитарный аккомпанемент. В жизни Екатерины Кордюковой поэзия всегда занимала особое место. С детства она занималась творчеством, часто писала стихотворения. В основном о личном понимании жизни, философии, любви и дружбе. Уже впоследствии Екатерина принимала участие в литературно-музыкальных конкурсах и гостинах. За все время творчества ей удалось выпустить пять авторских книг с поэзией. Стихи для меня ближе, и они являются основой моего творчества. А песня — это возможность прежде всего донести стихи до зрителя, до слушателя. Стало существенно меньше возможностей общаться со зрителями очно. В основном концерты переводятся в онлайн-формат, поэтому очный концерт для меня большое событие, тем более в Центральном доме литераторов, на такой старой площадке, которая имеет репутацию и еще известна с советских времен. За свою последнюю работу в сборник стихотворений «Крылатый мир» Екатерина Кордюкова получила литературную премию имени Александра Блока. Это издание воплотило в себе размышления автора о жизни, красоте и сути творчества. Некоторые из стихотворений Екатерина представила на сольном концерте в Центральном доме литераторов. Пусть метелью шальной заметет все дороги, Я приду к тебе сквозь холода, непогода. Я приду, только дай залезать мне ожоги, не спеши, Пусть немного еще победет. О самых интересных событиях и жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, в городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, мы будем рады вашим репортажам с местных событий. Своей работой вы можете присылать по адресу До новых встреч и до свидания.